и снова здравствуйте всем привет и так есть еще вопросы значит по анимации по созданию допустим каких-то локаций какой каких-то мультфильмов для каждой сцены создавать очень большие локации но это жесть согласитесь если кто-то делал да вам нужно создать полностью значит окружение допустим там пустыню или леса это сколько деревьев нужно поставить но это ужас да делаем такой значит малобюджетный короче сценарий да и попробуем все это дело как бы обыграть если у кого-то слабый ноут или еще там не хватает чего-то не хватает каких-то деревьев не хватает каких-то локаций давайте короче в этом ролике все это дело прошупаем да и так на базе того что есть есть лошади есть ковбой есть там какие-то допустим определенные здания и давайте на примере лошадей и орла лошадь орел там ворона допустим спирита рассмотрим так файл open сейчас я найду конь и значит это инвалид пардон тем новый конь и значит вот все эти анимации есть группе если кому-то нужно качайте так рысь так есть вот такой вот конь есть у него вот такая вот анимация принципе бежит все нормально давайте что-нибудь и такая у него в обжиг мод удалим ну допустим вот эту штуку не нужно седло не нужно всякие подпруги потом допустим вот эта вот штука все и значит у нас такой дикий конь просто как вот спирит да можно кстати вот тут переделать мог мордане чуть-чуть перекрасить и будет тот же спирит с мультфильма если кто смотрел конечно там душа прерии посмотрите прикольно я его давным-давно видел и вот пересматривал навеяло такие значит события так но у нас есть анимация заходим в постмод английская и значит есть вот у него анимация но анимация короткая 25 кадров нам нужно это все дело увеличить хотя бы до 250 так значит что 250 кадров это получается 5 5 и там два с половиной 10 12 12 секунд вот 12 секунд бега сделаем а потом уже посмотрим как ну короче как принцип да делаем shift д дублируем и значит первый кадр нам не понадобится это вот этот мы его ликвидируем так смотрим закончили на двадцать пятом так где-то это двадцать четвертый значит закончить мы должны ух ёхана эта математика это сорок восьмой значит джи подставляем и находим сорок седьмой сорок восьмой джи переставляем так теперь выбираем всю вот эту линию опять же без первого кадра пусть у нас последний уже есть делаем shift д тоже подставляем это значит нас должна вся анимация закончится так сорок восемь и сорок восемь это восемьдесят восемьдесят восемь девяносто шесть вот как раз мы оказались на девяносто шестом прям повезло да и теперь чтоб не муздыкаться по короткой выбираем shift д и значит отводим девяносто шестое то сто восемьдесят так 90 90 сто восемьдесят 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 шесть восемьдесят шесть восемьдесят шесть сто сто два 102 102 это получается 202 да нет так 98 и 90 это 180 192 до 192 вот 192 и значит давайте вот это все дело тоже сделаем сюда и отведем вот это дело 384 значит у нас кадра здесь должно быть 384 g подставляем ставим 384 и значит я вот этот кадр вот этот файл сохраню значит файл сейф сохраню как бег спирит пусть я потом его удалю спирит теперь нам понадобится что ну допустим орел файл значит файл даже не open а делаем так 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 новую сцену general так свет кстати там тоже все нужно по удалять чтобы пустые были и файл импортирую сюда орла так заходим на орла текстуры показывать не буду орел скаченный так это значит у нас заходим по смотр английская а и пробуем насколько он поможет нам расширить это все дело здесь у нас 19 делаем cfd и прям поближе тут по моему уже с этим то не ошибиться у меня просто анимация не полностью заполнена и поэтому есть казусы так здесь у нас cfd так cfd ну еще раз cfd так там у нас 380 да где то так ну давайте cfd вот здесь уже далековато g поближе вот тоже момент не состыковался будет порыв неинтересно будет лететь ну тут пусть 360 будет для объяснения думаю этого хватит файл сохраняю файл save as и сохраняю значит ну пусть тут же будет орел полет так нам понадобится теперь новая значит сцена и что нам нужно сделать так вот это я пока удалю просто рендер делать не буду мне это пока не надо так n-панель screencast key включу нам понадобится локация какая-нибудь да как ее можно сделать первый вариант это скачать локации картинки и потом значит сделать вырезы давайте посмотрим как все это дело делается вот находим такую вот штуку бесплатное удаление объектов с фото загружаем сюда значит фото ну какой нибудь этакий объект да но допустим есть вот со спирита вот такая штука что мы делаем уменьшаем вот размер ну я быстро покажу не буду обводить и вот это вот все дело значит ликвидируем вот забор нам не понадобится нам нужна чисто голая локация вот так все это дело мы убираем тут тоже убираем стираем смотрим что получится ну это как пример вам да вот вы видите что объект стерся и мы можем заднюю локацию использовать а забор сделать тоже покажу в этом ролике как быстро сделать забор хотя уже был ролик по этой теме и все это дело мы скачиваем у нас остается только задний фон так значит что заходим и значит add image иметь план находим рабочий стол и смотрим где тут у нас что находится импортируем сюда значит нашу вот эту картинку делаем r делаем s выравниваем как нибудь и и тут же выводим ее к верху единицами нам падить и вот у нас получается вот такой вот фон это уже значит может быть неплохая сценка сначала мы сюда закинем коня файл линкуем link desktop находим где тут у меня все кони новый конь разворот развороты 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 кони кони находим коня находим коллекцию коллекцию находим и вот мы закинули сюда нашего коня так если снимать допустим ролик вот вы видите что размер его подходит но какая штука смотрите бежать он должен у нас вот оттуда вот если сейчас g мы его поднимем сделаем s так уменьшим его прям в минус в минус хочу вам сказать что у коня есть же уже анимация правильно то мы это все дело можем при линковке прописывать и смотрите мы его уводим можно даже до нашей картинки так так смотрим сразу выставляем камеру добавляем add где у нас тут находится камера находим нашу камеру ноль на нампаде делаем shift сочетание клавиш и значит все это дело мы подгоняем под наш план так можно взять крупным планом его сначала где-то вот там он бежит допустим да так это пропишем камеру сразу так ракурс и опять же shift f смотрим чтобы у нас хватило потом отлета и увидите что мы находимся на низу мы ее стрелочками поднимаем даже повыше здесь видите что мы можем даже еще сыграть на каком-нибудь объеме на углу но это будет очень маленький нам дан шанс такой да а если мы будем на переднем плане отходить то у нас там хороший получится ракурс так выставляем камеру и делаем локрот чтобы не запариваться ставьте вот в этой функции king ставьте что вам нужно вот нам понадобится локрот для камеры так выбираем коня выбираем его вот видите чтоб дорога да там нормально была уменьшаем его еще где-то приподнимаем так отключим видимость всего и смотрим чтобы конь бежал нормально а ну-ка так теперь нам понадобится коня развернуть чтобы он бежал на нашу камеру так вот и значит потянуть чуть в бок вот он оттуда будет у нас бежать с еще его уменьшить или даже можно чуть прибавить уже так включаем видимость всего и прописываем значит на первом кадре и но и у нас должно быть уже локрот скейл прописываем заново потому что будет увеличение мы не касаемся значит нашей анимации мы сейчас работаем только с нашей линкованной сценой с объектом поэтому видите его можно прописывать так теперь на 250 кадре у меня тут 250 там у нас 300 так 380 по моему да проверяем да все 380 смотрим теперь нам нужна камера и выбираем значит объем так shift f на первом кадре я перепишу подвинул камеру значит вперед так вот да пропишу и локрот скейл пускаем и значит на последнем так здесь у меня видите прописалось две камеры значит одну камеру надо ликвидировать удалить ну в смысле анимацию и вот бежит наш конь и надо камеру shift f увести где он должен оказаться значит максимально приближаем нашу вот этого нашу камеру вот выбираем нашего коня так сначала камеру пропишем и локрот скейл теперь выбираем нашего коня и смотрим тройка на нампаде видите где он находится и теперь значит g мы его подставляем к нашему нашей камере 0 на нампаде уводим куда нам надо делаем ему s вот так и значит нужно его наклонить ну под этот под ландшафт подгадать да вот чтобы ноги его стояли на земле так и значит тройка на нампаде включаем это все дело и значит s он должен уйти через камеру так 0 на нампаде так g здесь ноги его должны так ну так грудью он должен проскакать уйти прямо в камеру да а лучше не в камеру а уйти в бок тогда мы ему добавляем разворот 0 на нампаде все остается хвост и наш персонаж как бы сваливает да прописываем и лук и лук скрыл да и вот он бежит 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 и вы видите что он раз 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 и уходит в бок все если этого значит слишком многовато смотрим получилось вот тут видите как бы торможение идет не хватает это слишком много значит анимаций значит он добегает здесь уже так 150 вот на ну давайте 200 сделаем да так g на 200 он должен уйти вот маловастенько все равно это все дело да так ну 200 нормально так раз и значит здесь мы значит это все дело перекручиваем так и уводим чуть чуть на центр и локрот скейл все вот в принципе прикольная анимация все видим тело лошади задницу да сзади видите как бы все размывается если этого маловато ставим 0 на нампаде так 0 на нампаде и значит еще что можно сделать shift так это камера уже shift f так где она тут убегает лошадь шеф и и уводим камеру еще дальше видите у нас картинка позволяет все это дело сделать так тогда прописываем и так и локрот скейл и тогда пробуем g на последний кадр наш перевести тогда лошадь тогда лошадь у нас так 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 и лид кадр удаляем 200 g и оттягиваем до трехсот триста восьмидесятого и смотрим ну уже нормально но все равно маловато значит что поиграем значит с нашим конем видите коня тройка на нампаде нужно отсюда отвести где-то вот на половине пути вот сюда и тогда 0 на нампаде G подгадываем докручиваем приподнимаем ты что ты так и локрут ого вот это я развернул чуть-чуть наклон можно дать да чуть-чуть да что ты там вот так где-то и локрут скейл так смотрим как она на картинке выглядит ну вот это все дело таким образом работает так это что у нас так здесь она задрана прописываем и локрут скейл так дописываем так и значит видите пустой кадр у нас остается вот такой мы можем значит что сделать вот на этом кадре где лошадь бежит выбрать камеру так выбираем камеру делаем shift и уйти вот так вот в бок прописать значит и вот таким вот образом да вот тут еще в чем фишка чтобы это все дело значит видите получается конь бежит и у коня слишком большой заворот да что твое вот это мне ctrl z совсем не нравится вот это вот повороты пишем и локрут скейл тогда этот кадр делит удаляем тут еще наклон делаем вперед так так и вот здесь значит еще доводим ее поровней прописываем а вот здесь раз и она уже начинает как бы заворачивать и уходит все в туман и у нас остается просто локация допустим или вот вот этот момент вот где коня уже нет можно остановиться раз и вот опа он ушел вот таким вот образом так это значит первый вариант вот это значит первый вариант и таких вариантов можно наделать если у вас где-то длинная длинная как локация и вам нужно больше значит вот этого простора камеры полета тогда вам придется добавить какую-нибудь почву да вот эту вот основу давайте попробуем что-нибудь эдакое сделать я сейчас сохраню этот файл чтобы было потом что вам показать уже со съемки save as и допустим это я уже на удалении это будет линковка так на рабочий стол так есть такое дело теперь допустим нам нужна какая-то основа так чтобы придумать ну давайте вот добавим это меш добавим так 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 ну давайте добавим циркл зайдем в edit mode единицы нам паде значит так е щелчок и значит мы это дело все вытягиваем так ставим на рингем выбираем низ и вот допустим до низа даже не прокатит наверно эта фигня но ладно сейчас посмотрим как образец выделяем все вот эти части delete вертиксы остается у нас вот такая штука а мы выделяем делаем скрутку допустим да допустим да и теперь единица нам паде выбираем какую часть допустим вот эту и g вытягиваем сюда потом выбираем вот эту часть и допустим g вытягиваем сюда точно так же можно семерка на нам паде выбрать какие-то части допустим это уже е и по прямой или допустим уводим в бок если нам надо да там как-то расширить экран тут тоже самое значит е и уводим в бок вот таким вот образом ну можно тут короче заморочиться так теперь ставим фейс лицом вот так вот заходим значит в uv так да в uv editor единица нам паде английская а и делаем uv cube project так ну надеюсь это что это такая ну ладно раз развертка теперь сделана заходим шейдинги добавляем новый материал добавляем add текстура image текстур открываем нашу текстуру вот этого леса и вы видите насколько все это дело значит у нас развернулось развернулось во можем теперь побольше поставить где-то допустим шейдер смут сгладить ну и вот эти вот артефакты вот эти повороты конечно нужно будет поработать чтобы их ну как бы не было такого вот размытости это уже можно как бы наверное текстуркой тут где-то подкрасить может по ней в текстуру paint где-то чуть-чуть докрасить перекрасить подтянуть можно это все дело обыграть ну вот так вот можно сделать и вот тогда у вас видите завороты какие будут вот уже будет больше но нам нужно еще основа да опять же add mesh добавляем план семерка на нампаде здесь я заморачиваться не буду я просто тупо его сделаю большим так и значит растянул так а где же взять вот эту основу да для нашей вот этой штуки вот для нижней ну откроем картинку так открываем картинку и возьмем значит нашу вот эту локацию вот так сделаем скриншот а теперь подставим значит на наш план выбираем выбираем наш план смотрим shader new добавляем add shader так не shader текстуры image текстуры и значит все это дело подключаем и значит new находим где у нас этот скриншот подставляем подставляем смотрим в принципе попало но видите у нас эта штука выше это ниже получается нам нужно лояути допустим здесь добавить какой-нибудь бугор вот этот ровный стыки нужно перекрыть холмами буграми там в угол поставить бугристость можно тут на плане просто это все дело вытянуть так и получится у нас зашибись потому что если здесь вот не перекрыть вот это вот все дело давайте попробуем выше поднять вот до веток каких-то то увидите что ровную полосу нужно перекрывать вот вытягивать какие-то бугры что-то чего-то можно даже с картинки где-то чего-то выдавить значит располосовать добавить полигонов и это все дело сюда повыдавливать вместе с текстуркой это как вариант да ну вот получается вот такая у нас локация потом мы значит настраиваем тут свет освещение добавляем нашего персонажа и будет классно все так это вот такой вариант значит что я хотел еще показать так парная анимация допустим парная анимация да выбираем значит наш план мы еще больше его растянем вот можно тут еще добавить значит траву вот таким же цветом значит частицами это уже ролики поэтому есть на канале оставлю ссылки в описании словом здесь вот ваша уже фантазия поперла да можно где-то добавить видите здесь крон кроны есть вдалеке вот стволы просто можно добавить повытягивать с цилиндров или еще как-то чуть помять и вот эту текстурку дерева наложить на этот цилиндр ну тоже скриншотом и точно так же делаете развертку передний план задний план и короче накладываете и вот можно будет здесь перекрыть что-то там куст какой-то добавить уже ближний ну когда близко будет так теперь другой вариант парная анимация парный бег да добавляем файл link сюда значит нашу лошадь вот она наша лошадь и добавляем файл link нашего орла так я сейчас отключу значит текстурки так где он тут у нас да там уже да новый кони значит внизу полет орла опять же коллекция collection так так это кто так это тоже конь почему такая штука файл link так ну вот так ну вот так ну вот так ctrl z так так вот этот план я то удалю коллекция 2 ну-ка делаем тут у меня так и вот значит получается у нас орел есть r мы его перекручиваем g подставляем как в мультфильме spirit так дальше где он должен находиться так вот и кстати конь у нас тут все завалено единица нам поди так зайду в шейдеры так это подождите а че я тут зайду я тут ничего не сделаю так ну ладно пусть будет орел так выставляем камеру 0 на нампаде значит придется включить текстурки ничего не поделать и значит камера у нас тройка на нампаде мы ее уводим вдаль так r удаляем всю анимацию 0 на нампаде и смотрим shift f переводим так откуда они будут бежать вот оттуда да так оттуда они будут бежать выбираем коня выбираем орла g так семерка r единица на нампаде 0 на нампаде и смоем значит орла орла мы поставим как у спирита вот у него перед грудью так 0 на нампаде вот так да выбираем нашу лошадь выбираем нашего орла семерка на нампаде делаем им s g уводим не так далеко конечно к нашему плану так допустим пусть оттуда же бегут да бегут летят так вот здесь мы их подставим так все работаем через камеру перекрутим их боком подгадаем по нашему вот этому плану и значит пропишем и локрот скейл кто только подключился вот здесь у меня включена локация ротации скайл поэтому я английская и жму и у меня сразу все прописывается так теперь вот они бегут бегут следом мы выбираем камеру и теперь shift f и у нас должна оказаться камера вот допустим камера у нас должна оказаться так ну это далековато пусть здесь вот окажется да и тогда наш конь конь и ореоль тройка на нампаде должны оказаться конечная точка у них где будет перекручиваем 0 на нам пади g они должны убежать в камеру вот неудобства вот эти а так семерка на нам пади отключу пока вот эти все причиндалы а ну-ка g 0 на нам пади и значит как тройка на нам пади g конь должен уже здесь по земле бежать и должен быть большой дай так 0 на нам пади так я хочу чтобы вот эти вот так аж были и вот чтобы пробежали прям сквозь камеру или хотя бы на камеру да так выбираем только орла и прописываем прямо здесь вот где грудь коня так это у нас а и прописка но у коня ноги видите где завалены значит поправляем все это дело выставляем вот так 0 на нам пади прописываем и вокруг склеил и туда перепишем камеру лучше shift f так а камеру я не перепишу потому что потому что у меня потому что у меня заканчивается задний фон так и прописка тогда задний фон чуть поднимается прописка и так тогда лучше камеру как бы это все дело обыграть мы тогда пропишем вот этот план план и задний фон допустим да так задний фон нам хватает вот мы просто опустим наш план и прописка вот вот тогда хватает а ну ка вот тогда у нас все хватает но вот этот лес тоже можно создать движение и краса не поворачивать бегут и чуть-чуть задний фон можно покрутить повертеть тоже давайте пропишем смотрим как это дело вписывается все в нашу вот эту значит траву так вот здесь он выбегает видите да и вот здесь уже он должен с этим орлом быть ниже перекрыть как будто эту складку прописка и все вот он здесь выходит так здесь он может еще повыше быть где-то чтоб создать такую убегать нюдо так здесь он вообще может еще там где-то аж с того края выбегать так не понял control z ну правильно вот эту делит так 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 вот он бежит 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 и семерка на нампаде значит он должен с орлом G убежать куда-то за камеру а ну-ка ноль на нампаде ну да где-то G там вот так вот тогда смотрим подгадываем опа 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 мне нужен ну как ровный план чтобы он посмотрел сначала вот посмотрел как бы сначала в камеру а ну-ка ноль ноль на нампаде выбегает оттуда чтобы как бы держал значит размер да что ты не крутится так вот то скайл то хер так вот так вот прописываем и лок рот вот вы видите как он выбегает и вот эту вот кромку просто нужно перекрыть так вот опять же когда он бежит здесь пусть как бы поровнее где-то бежит тоже переписать допустим и там может петляет как-то раз ну вот такая штука так вот так вот тут уже значит нужно где они тут у нас персонажи выбраны G чуть-чуть наверное уменьшить вот эту покадровку чтобы он не подвисал и вот сдалека он бежит в принципе уже он заполнит да какой-то момент вашей истории там вот единственное что тут орел видите да он находится на груди потом уходит значит на его плечо и мне это не нравится пусть орел орель так где тут орель вот он 0 на нампаде здесь значит на этом кадре так да что ты будешь делать ctrl z тут я не привяжу это надо в его файле значит все это дело докручивать и значит раз вот так вот пусть уйдет на низ как бы да пропишем его тут и файл дубликат удалим который был до этого вот и тогда получается он идет над плечом тут грудь тут плечо уходит где-то вот сюда и тогда чуть-чуть дальше уходит вот так вот ну вот вот выдерживаем вот эту рамку здесь землю можно кстати аж поднять туда вот именно вот сделать смотрите смотрите такая штука что здесь можно сделать вот здесь бугор и тогда он будет плавненько по нему перебегать там в принципе по заднему фону по качестве не какую-то значит картинку если вы найдете вы можете что-то сами нарисовать сфотографировать это на телефон и потом в качестве текстур это все подставлять свои картинки вашего леса там если вы умеете рисовать акварелью там или пролепить можно допустим вы вылепили с пластилина что-то и сняли на фотоаппарат потом это все дело подставляете сюда и можно сделать персонажи пластилиновыми и на фоне пластилинного фона значит делать анимации вариантов ваще ну тут только голову включая и фантазирую как это все дело можно сделать так файл save as это значит десктоп линковка тоже плюс 1 сохранить ну значит вот такие вот варианты если нужно чтобы был как яма да допустим вот этот фон он ровно бежит потом смотрите что можно сделать выбираем наш этот план заходим в edit mode добавляем значит тому добавляем добавляем и ребро вот сюда потом добавляем еще какое-нибудь ребро потом добавляем еще ребро и еще ребро так переключаемся на план ну на полигоны да и значит все это дело просто опускаем так вот раз вот у нас получается как бы котлован как мультфильм и здесь можно сделать с его уменьшить чтобы значит меньше был такой поворот и растянуть допустим вот теперь лошадь может здесь пробежать я вот забыл как вот эти ребра сглаживать это контрол б да вот контрол б и добавляем вот этот переход тут тоже самое можно выбрать ребро и сделать контрол б сгладить вот у нас получается такой котлован и значит тут эту штуку тройка на нампаде выделяем и можем выше его поднять увести куда-то в боку так потом семерка на нампаде выбираем ребро и значит вытягиваем это у нас вот основа да 0 на нампаде и вот у нас спирит бежит бежит но это опять же нужно подгадаться уходит точно так же вот просто уходит в этот котлован это можно здесь значит прописать камеру по-другому потом они как бы пропадают на какое-то время и потом значит камера оказывается так камера оказывается настройка на нампаде где-то вот здесь так контрол и они там нахожусь да так теперь камера g допустим 0 вот такая штука получается и смотрите что прикольно можно сделать выбираем нашего орла выбираем нашего вот этого значит спирита серьезная короля доводим это дело так здесь они исчезают вот это я сейчас пока удалю далее и получается здесь они так а ну-ка глиц тройка на нампаде допустим на первом кадре здесь они уходят значит в эту яму вот прям можете их заворачивать вот так видите ставим значит джи вот они бегут по склону так это и прописка потом на каком кадре допустим на сотом да ну чтоб не так все быстро было или давайте сороковой потом еще расширим джи на сороковом пусть они где-то оказываются где-то оказываются и вот здесь так на двадцатом промежуточный кадр где-то в этом нужно посидеть и подгадать и вот раз он поднимается где-то это позже сорок пятьдесят шестидесятый на шестидесятом значит джи выводим вверх сюда и прописка потом орел даем орлу появится первому это уже на каком кадре ну давайте на сотом джи раз он вылетает так вылетает значит выкручивается и прописка так а куда у него тут не задом наоборот у меня летит надеюсь нет тройка на нампаде и значит мы коня у этого орелик а вот этого уводим значит на сто двадцатом ну давайте на сто сороковом кадре значит вперед и на сто сороковом появляется значит наш конь на бугру все это дело и прописываем ноль на нампаде смотрим куда я их тут увел ну в принципе нормально да так нормально но конь не на земле так значит коня джи обязательно ставим на землю так теперь сто сороковой сто шестидесятый допустим да шестьдесят восемьдесят вот ого а ну да тут задержка так это появляется у нас орел а конь 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 шрифт д он еще находится там а внизу до сотого кадра и потом значит у нас орел появляется и его дальше догоняет наш вот этот коняра это теперь у нас выбираем орла выбираем коня и уже тогда до конечной они бегут бегут допустим до триста восьмидесятого допустим да где то вот сюда пускай бегут когда коня перекручиваем так тройка на нампаде и поднимаем выравниваем опа по нашему плану так ну и орель тоже должен где то занять свою позицию так теперь ноль на нампаде делаем шрифт 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 бы это все дело взять вот где-то так но этот план тоже значит можно удалить ему анимацию и просто сделать побольше ну так где-то прописать и и смотрим что получилось так камера дэвид так что тут у нас опять сбилась а ну-ка shift f показать же как они в яму забегают правильно получается shift f равним так это план можно чуть растянуть еще так а ну-ка так делаем прописку так тут орел значит уже поднимается и лошадь должна уже здесь тоже оказаться так орел тогда тройками нам поди должен быть g и можно его даже увеличить на камеру так дым коня перекручиваем и переводим значит сюда а ну-ка прописываем и локрот 0 на нампаде так значит это орель так конь g верху и прописка так а орел тогда у нас что будет делать 0 на нампаде делаем g делаем s делаем g и прописка так вот здесь он в землю зарывается это не есть good джим прописываем заново и Продолжение следует... Так, и значит, тарелик наш, значит... Уходит как бы к верху, да? Продолжение следует... Так, здесь он уже сваливает, по-моему... Что-то я не пойму, где у него ещё покадровка... Так, а ну-ка... Вон со сцены, как говорится, да? И смотрим, что у нас получилось. Если вот отсюда смотреть... Так, тогда вот это дело, задний фон можно ещё больше сделать. Вот это тоже, чтобы за камеру заходило. Так, смотрим... Так, на первый кадр... Так... 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 так все на этом пока пока если еще какие-то будут вопросы вот как сделать забор ссылку оставлю в описании значит референции все вот эти останутся в группе для скачивания в принципе все модели там есть качайте выбирайте ну и пробуйте если интересно вот такой вариант